Война 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 Да, старшина Москова Что значит чепушиной занимаемся? Что значит писанину развели? Нет, я не писатель, я комендант Да, это, насчет солдат, шлите непьющих, непьющих шлите Что, какие евнухи? Что, я не справлюсь? Что, пришлете? Хорошо Вопрос, конечно, интересный Два отделения, это почти что двадцать человек непьющих Да фронт ты перетряси, столько не наберется Вот, хорошо, если бы еще без командира прибыли А то власть делить, это хуже некуда Отделение, шага, марш Левой, левой Раз, два, три Левой, левой Раз, два, три Отделение на месте, стой Раз, два Отделение налево, раз, два Здравия желаю, товарищи Товарищ старшина Первое отделение, третьего взвода, пятой роты, отдельного Зенитно-пулеметного батальона Прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта Докладывает помком взвода, младший сержант Асягина Так Значит, все вот так вот получается, да? Нашли, значит, непьющих И по бабам такие гулять точно не станут Так Ну, значит, так Я старшина Восков, Федот Евграфович Вопросы? Ага Где жить будем? А почта у вас есть? А банный день когда? А библиотека у вас имеется? Отвечаю Жить в сарае Почту получать у меня Банный день в субботу Прием пищи, согласно расписанию, три раза в день С вопросами все Слушаю мою команду Из расположения без моего ведома ни ногой Даже за ягодами? Ягод еще нет А щавель собирать можно? Нам без приварка трудно, товарищ старшина Отощаем Не дальше речки Там во враге уйма его Младший сержант Асягина Есть Выделить наряд в караул Галя Соня Лиза В караул Галя разводящая Младший сержант Асягина Что это такое? Развод караула нужно выполнять по всей строгости По уставу Поэта Насмешка какая-то Товарищ старшина А у нас есть указ Соответствующий А вы нас на постой то определите Чего вас на постой то определять? К хозяйкам расселяйтесь У хозяек жить не будем Почему это не будете? Зенитчики жили у хозяек А вы чем хуже? А то зенитчики А мы зенитщицы И кстати о помещеннице то позаботьтесь О каком еще помещеннице? Так кустов поблизости не наблюдается Аааа точно Разойтись Разойтись Девчонки Есть Младший сержант Асягин Да товарищ комендант Принимайте пополнение Боец Евгения Камелькова в ваше распоряжение Располагайтесь Боец Камелькова Есть А вас Младший сержант Асягин Я попрошу на пару слов У вас здоровый коллектив Что вы имеете ввиду Товарищ старшина Ну понимаете Женщины на фронте Объект пристального внимания И бывали моменты Когда не выдерживали Один из штабных Капитанов Семейный между прочим Завел себе Как это сказать Подругу что ли Когда об этом узнали Генерал его В оборот взял А подружку мне его сказал К делу пристроить Хороший коллектив Так сказать Ну пристроить Так пристроить Давайте Надолго там Как понравится Хорошо устроились девочки Погода сегодня Замечательная Да Позагорать бы девочки Ага Иж ты Позагорать Ой Ну а что Товарищ младший сержант Да Решите позагорать Ой Черт с вами Идите Только брезент захватить не забудь А я сейчас Победай Быстрее А ты чего не идешь Ты чего это Разговаривать со мной не хочешь Доложили уже поди Не поэтому А просто потому Что не понимаю я некоторых Некоторых это меня что ли А хоть бы и так Я ведь тоже замужем была А ты мне не жалуйся Я жалеть тебя не стану Почему была Отбили что ли Нет Не отбили А убили Летом Это было летом 24 июня У меня У меня сын остался Аликом зовут Альбертом то есть Ему всего три года Он здесь Недалеко В деревне У моей мамы живет Я каждый вечер К сыну бегаю Я очень Очень за него Переживаю Счастливая А у меня никого Маму Сестру Братишку Всех исполнил Это уложили Обстрел был Нет расстрел Семьи комсостава захватили И под пулемет А меня есть только Спрятала в доме И я все видела Сестренка Последняя упала Специально набивали Жень А Жень Ну а как же полковник Ну как ты могла Могла вот Опять убежишь сегодня Тихо ты Чтоб никто не слышал А ты сапогами потише прийми А то самого старшину Разбудешь И вообще Зарвалась на мать Наветишь на патруль Или командир Какой остановит Ты сговоришь? Молчи, Женька Я же не сучая А вообще ты Да не скажу я никому Вот она дисциплина В обзводе Мать сейчас У нас осягнила Ой А ты чего здесь? Ой, девчонки А я за вами Девочки Я все слышала Рит Рит я никому не скажу честно Правда Да ладно Пошли, девчонки Заждались А ты сразу говоришь Откуда? Я из Минска У нас на двери табличка висит Доктор медицины Соломон Аронович Бурович У тебя папа доктор медицины? Нет У меня папа обычный врач участковый А табличку ему дедушка сделал И подарил Чтобы все знали Что он папой гордится После того, как в Минск взяли И ничего о них не знаю О них еще об одном человеке О ком это? Это Миша, мой друг Танцуй, Соня На бледное небо И на желтой заре фонари В стихах, что ли, письмо-то? Да, это блок Мы вместе его читали И вместе на галерку бегали А потом он меня в парк пригласил А потом... А потом война началась Он подарил мне блока И добровольцем ушел на фронт А сейчас вот сам мне написал Он в госпитале Интересно, как же он меня разыскал-то? Ой, девочки Вот у меня жених был с заполярья Говорит мне однажды А полетели-ка галка со мной Я тебе тундру покажу Правда? Конечно, правда Но меня, конечно, мама Медицинский работник не отпустила Говорит, заболеешь Лекарств там нет Кто тебя галкой лечить будет? Оставайся тут Ой, девочки Мне бы так Ага Женька Ты русалка Женька Да у тебя кожа прозрачная Женька Да с тебя скульптуру лепить Ой, Женька Да тебя в музей нужно под стекло На черном бархате Ага Женька А расскажи про полковника Ой, девочки Ну какой полковник Вот я с отцом на кабанах Дела вот эта история Правда? А я думала ты любила его Кого? Полковника Полковника? Он меня к себе забрал Когда я два суток От нашей деревни До его части ползал Да, любила А вообще, девочки У нас и здесь мужичок имеется Какое и никакое То в хозяйстве пригодится Надо его в лотерею разыграть А еще я всегда знала Что выйду замуж за красавца лейтенанта Ну и как? Вышла? Не успела Война А так бы точно вышла Так что ж ты, Галка, клювом нащелкаешь Вот настоящий старшина холостой Ну не мечта, конечно Ну все-таки хоть что-то Опоздали мы девочки Наш товарищ старшина Не устоял перед очевидными достоинствами хозяина Как вам не стыдно? Неправда Эф Прекратите Девочки, да она влюбилась Стюрилась наша Бричкина в душу моего Девочки, она у нас теперь бедная Лиза И по крайней слове с тобой Да сядь ты, сядь А вы не тревожьте ее Ой, ну что ты дурёшка Проще жить надо, проще, понимаешь? Нет, ну зачем это они? Я ведь даже и не думала Этот восковь старый 32 года, Лиза В самый раз Да-да А вообще, девочки, я другого люблю Охотников Он к нам на месяц приезжал Жил у нас Это он Он меня в город позвал Обещал помочь в техникум С общежитием Это было летом Сорок летом Сорок летом Младший сержант Асянин Товарищ старшина, вы бы хоть покашили Товарищ старшина, разрешите одеться Да вы не красните, как товарищ старшина Мы ваших ухаживаний не боимся У вас что, дел других что ли нету? Почему нету? Дела всегда найдутся Так, марши сержант Асянина Даю пять минут на то, чтобы одеться и оправиться Едите Девчонки, побежали Как только они прибыли Чувствую, что попал я в гости к себе домой Боишься ляпнуть что-то не то Сделать что-то не так Тоже мне выдумали пополнение Пойти их проверить что ли Девчонки, побежали Девчонки, побежали Девчонки, побежали